Сегодня состоялась 12-ая и последняя партия классической стадии матча на первенство мира между Магнусом Карлсоном и Фабианом Каруаной. Сразу скажем, что закончилась она весьма неожиданным образом, но обо всем по порядку. Как и в предыдущих партиях, в которых Фабиану приходилось управлять белыми фигурами, он сыграл Е4. У нас случился Челябинский вариант, и до поры до времени все шло по сценарию 8-й и 10-й партии, то есть вариант конь Д5, конь Д9, ЕД, конь Д... Здесь Карлсон сыграл конь Е7, и это стало большой неожиданностью, потому что в предыдущих партиях чемпион мира избирал ход конь Б8, который встречается более часто и на самом деле выглядит более естественно. Таким образом, Магнус, можно сказать, сыграл на упореждение, и, видимо, избавил себя от точечной компьютерной подготовки соперника, которая, скорее всего, последовала после хода конь Б8. Вот конь Е7, даже если он объективно не сильнейший, он заставил Карлану уже достаточно скоро думать самому. То есть С4 была сыграна, конь Ж6, эта позиция не новая, хотя даже конь К6 не является самым главным, то есть конь Ф5 играет чуть чаще. Последовала Ферзь А4, слон Д7, ферзь Б4 и слон Ф5. То есть черные теряют темпы, но зато ферзь на Б4 совершенно не факт, что это хорошая клетка для этого ферзя. Эта позиция все еще встречалась на практике, в том числе сильных шахматистов. Белые сыграли А4, как поступил, в частности, Владимир Крамник на одной из партий, прошедшей в шахматной олимпиаде. И практически во всех поединках до этого черные отвечали ходом А6, ответ на что за белых довольно сильно А5. Белые там большую часть партии выиграли. Багдус подготовил усиление, сыграл А7, А5 сам, и здесь Фабиано надолго задумался. После примерно 20-минутных раздумий он сыграл Ферзь А4. Таким образом, понятно, что черным угрожает мат, в общем, форсированный мат, поэтому слон Д7 ход вынужден. И здесь Фабиано вернулся на Б4, и как бы все зрители затарили дыхание, состоится ли у нас с короткой ничья повторением ходов, или все же Кавиано на незнакомой до сети территории попытается бороться за победу. Но оказалось, что он решил таки бороться за победу, сыграл слон Е3. На самом деле, ходу слона Е3 есть некоторые вопросы. По горячим следам есть подозрение, что слон Ж5 ход все-таки более сильный. Таким образом, самое логичное действие черных Ф6 после слона Е3 приводит к более выгодной редакции, позиции которой получилась в партии. Ну, есть некоторые подозрения, что черные ответы на слон Ж5 задумали либо ход Ферзь Д7, либо ход Ферзь Б8. Где-то оказать переразбелых не так уж легко. Ну, был сыграл слон Е3, последовало А6, конь Ц3. Кстати, вместо ходов А6 и дальнейшем Ферзь Д7, компьютер предлагал различные вариации с жертвы пешки. Вот, например, здесь он предлагает слон Е7 и пишет оценку 0. То есть это было довольно интригующе, но ход А6 тоже неплохой, конь Ц3. Опять-таки, есть ход слон Е7, жертвующий пешку на Б7. Но Магдус предпочел сыграть Ферзь Д7. Видимо, он просто готовился именно к этой структуре и считал, что она для черных не безвыгодна. Как мы увидим, он оказался прав. Последовало Ж3. Ну, кстати, надо отметить, что над ходом Ж3 претендент думал очень долго, хотя по-человечески это именно первая, можно даже сказать, рефлекторная реакция белых. Последовало слон Е7, Ф3. Ну, очевидно, на логичное слон Е2 Магдусу, то есть Карлане, прошу прощения, не очень нравился ход Е4, после чего конь приходит на поле Е5. Тем не менее, постфактум можно сказать, что, наверное, слон Е2 было более точно, потому что в ответ на Ф3 Магдус моментально сыграл конь Ф8 и дал понять, что ход Е4 в его плана особо не входил. Фабиано занял площадку поля, форпост на поле Е4. Тем не менее, после конь Д7 у черного довольно надежная позиция, после слон Д3, 2,0. Судя по всему, Фабиано после достаточно долгих размышлений решил, что позиция после 2,0 и, к примеру, слон Ж6, она не сулит ему серьезных шансов на перевес. Хотя, первое впечатление таково, что все-таки именно белая здесь сильнейшая сторона. Вместо этого Франа сделал очень интересный ход ладья Ж2. К сожалению, дальнейшее течение партии показало, что объективно этот ход не сильнейший. После этого ладья С8, ну вот здесь Фабиано обозначает свою идею, он играет 3,0, и белые готовы наладить оптимальную координацию собственных фигур. Они хотят сыграть ладья С2, потом Ферзь Д2, Король Б1, ну, возможно, либо Б4, С5, либо С5 сразу, либо в каких-то позициях даже Ж4. Напрашивающийся ход Б5 здесь за черных не очень силен по причине ладья С2, и вот это вскрытие ферзьевого фланга, как ни странно, оказывается в пользу белых. У черных две слабости на Д6, на А6, и серьезной контрагранины нет. Ну вот, вместо этого Магнус сыграл значительно более сильно, он сыграл сон Ж6, и оказалось, что черные готовы прорывать позицию белых по центру. И Фабиано, судя по всему, серьезно, скажем так, оценил эту возможность, и не стал здесь играть самым принципиальным образом, на самом деле допустил серьезные, две серьезные ошибки подряд. После хода Ф5, ну вот сейчас уже нет никаких сомнений, потому что у меня показания движка перед экраном, но на самом деле я знал, что ход Кунь-Ж5 более сильный, но вполне очевидно, что здесь не понравилось претенденту, то есть после С1-Ж5, АЖ, Е4, черные прорывают позицию белых по центру, и действительно это выглядит очень угрожающе, то есть, ну, логичный ход ФЕ, ФЕ слон Е2, Кунь Е5, или Кунь СЕ5, действительно, приводит к довольно подозрительной позиции за белых, потому что Кунь на Д3 приходит. Какой-то более хитрый слон Ф1, который я предложил во время трансляции, ну, судя по всему, действительно нарывается на Ф4. Скажу по секрету, сейчас движок пишет, что в этой позиции оценка 0, но по-человечески, конечно, выглядит это все довольно подозрительно. Ну, правда, Е в слон Д6 я добавил материал, ну, значит, вместо Е в Кунь С5. Кунь приходит на Д3, а Е по-прежнему есть угроза. Ну, и ФЕ слон Е4, подобное вскрытие всех вертикалей и диагоналей, оно явно для белых добром не кончится, то есть уже движок здесь пишет просто ход ФЕ, оставляющий ладью под боем. Ну, с решением корана можно понять, Кунь Ф2, ход, казалось бы, не дает такого риска проиграть сразу, но ход очень пассивный, Кунь на Ф2 ограничен пешками черных, ну, и вообще позиция черных очень привлекательна здесь. Последовала Кунь С5, один из возможных усиливающих ходов. Также слон Ф6 было весьма недурно. Объективность беды должны были брать на С5, но, видимо, Фабиано считал, что после Ф4 он получит позицию крепостного типа, который впоследствии удержан. Ну, на самом деле, Ф4 решающая ошибка, и здесь чемпион мира побеждал, причем, судя по всему, не одним способом. Во время трансляции я предложил ход Б5, я по-прежнему придерживаюсь того мнения, что ход очень сильный, и компьютер со мной согласен. Надеюсь, бедам, чтобы удержаться, пришлось бы делать крайне неочевидные ходы. То есть идея, в принципе, понятна. После ЦБ кунь Д3 белые получают мат, но, таким образом, черные в любой момент могут выбрать подходящий один, сами взять на С4 и вскрыть все вертикали. Но компьютер показывает, что еще более сильный ход ЕФ. То есть теперь же ЕФ с Н4 приводит к потере пешки без компенсации. Ход сломит Ф4 после Б5 приводит к более выгодной для черных редакции того абората, который ему я уже показал. С таким образом, Карлзен явно выиграл бы эту партию, потому что в этот момент у него было также больше времени на часах, ну и вообще позицию белых защищать практически невозможно. Вместо этого он сделал очень вялый, позиционно оправданный, но очень вялый ход А5. Таким образом, черные обеспечивают позицию стоянку для черного коня на С5, но после Ф2 оказалось, что, несмотря на явное преимущество в пространстве и в активности фигур, черным трудно пробить позицию белых. После слон Е8 король Б1, ну отметим, что была создавая угол слон А4, поэтому король Б1 почти вынуждена. Магнус продолжил усиливать позицию, но оказалось, что какого-то реального прогресса давиться почти невозможно. Последовало А4 после ФБ4. Мне кажется, что более интригующим ходом была все-таки А3, которая, видимо, заставила белых быстрее отреагировать путем Б3, потому что взятие пешки слишком рискованно. Ну вот, вместо А3 последовало Ж6, ладья Д1, и вот здесь главная сенсация в этой партии случилась. В этой позиции, которая явно в пользу черных, да, в ней трудно добиться прогресса, но сомнений в том, что черные играть первым номером нет никаких, в этой позиции Магнус просто предложил ничью, и таким образом, разумеется, Корана не мог здесь позволить себе отказаться от этого предложения, у Белар нет ни одной активной идеи, и явно ни одной активной идеи здесь не появится и в будущем. Поэтому Коран это предложение принял, и таким образом у нас случился первый матч на первенстве мира в истории, который закончился, все партии, в которых завершились ничью, основная часть патча у нас завершена, счет 6-6, и таким образом определение чемпиона мира переносится на тайбрейк в быстрые шахматы, возможно, потом тайбрейк продолжится блицом. 4 партии быстрых шахматы у нас остаются в среду, послезавтра мы с Кириллом Шарковым, как обычно, прокомментируем для вас это событие, ну и в среду вот уже нет никаких сомнений, что в среду мы узнаем имя, имя чемпиона мира, либо это будет новый чемпион мира, либо Магнус Карлсон сохранит свой титул. Всем спасибо за внимание.